Пока твои домашние спят в это прекрасное утро, самое время приготовить это блюдо. Привет, ребята! Давно не снимал видео с этой кухни, и вот наконец-то решил сделать это. А все по одной простой причине. Мне удалось придумать блюдо, которое просто меня потрясло. Оно простое и вкуснейшее. И назвал я это блюдо ленивые хачапури или несладкие сырники. Ну, как вам больше нравится, так и называйте. Готовится это блюдо максимум 10 минут. И набор продуктов, которые нам для этого понадобятся, вы сможете купить в любом соседнем магазине. В моем случае это пачка творога 200 грамм, пара ложек сметаны нам будет нужно, одно яйцо, зелень, петрушка, кинза и укроп. И сыр. Сыр можно брать любой, у меня сулугуни. Ну и, конечно же, сковородка. Поскольку бесконечно можно делать три вещи. Смотреть на огонь, смотреть, как течет вода и смотреть, как работают другие люди. Наслаждайтесь. Дальше все происходит очень просто и очень быстро. Пачку творога, яйцо, немножечко соли. Сметану с сыром пока откладываем в сторону. Измельчим зелень. Блендер, ребята, здесь появился не просто так, потому что следующий этап, что нам нужно сделать, это вот это все хорошенечко перемешать. По причине того, что мы разбивали всю эту массу блендером, я и не стал сильно заморачиваться с тем, насколько крупно резать зелень или мелко. Потому что, как вы видите, все это вот пришло в такое состояние единой массы. Очень вкусно, кстати, хочу вам сказать, уже сейчас. Ну а теперь трем сыр. Я это делаю на мелкой терке. Сколько? Количество это тоже дело вкуса. Ну вот в моем случае, видите, вот такая вот горсточка. Добавляем сюда же одну-две столовых ложки сметаны и хорошенько перемешиваем. Ну а теперь, ребята, добавим, ну совсем чуть-чуть муки. Буквально там тоже пара столовых ложек для того, чтобы консистенция наших ленивых хачапури была такая, чтобы можно было лепить котлетки. Самое время включать сковородку. Пусть греется. Сковородка нам нужна горячая. Буквально вот такую вот одну ложечку со всех сторон в муке делаем вот такую котлетку и вперед. Вот, друзья, как вы сами видите, все вот это количество, которое мы с вами изначально спланировали, поместилось на одну сковородку. Прекрасный завтрак для семьи. Чуть-чуть, буквально пару минуточек на одной стороне пожарили, вот чтобы они такие румяненькие стали. И переворачиваем. Дальше накрываю крышкой на маленький огонь. И 4-5 минуток мы не трогаем. Ну вот наши сырнички и готовы, ребята. Не прошло и пяти минут. Вот, смотрите, какая красота. Мини хачапурики. Я вот, друзья, обожаю это блюдо. Вместе с сладким чаем с лимоном, мне кажется, это прям божественно. Ну и, конечно, куда же без сметаны. Да и без сметаны это тоже вкусно. Ой, ребята, это нечто. Рекомендую. Рекомендую. Продолжение следует...